Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Где взять качественный силикатный кирпич? Конечно же, на Кировском кирпичном заводе. Превосходное качество, быстрая погрузка и доставка. Кировский кирпичный завод. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. «Особое мнение» на 101FM. В Кирове 13.07 начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте. Гостью нашей студии Андрею Усенко, члену Общественной палаты России и Кировской области и вице-президенту Вятской торгово-промышленной палаты Андрею Леонидовичу. Здравствуйте. Добрый день. Так, ну давайте мы все-таки начнем с такой крупной федеральной темы. Тема связана с пенсиями, пенсионная реформа, которую вроде как одобрили депутаты Государственной думы во втором основном чтении. Тем не менее, оппозиционные силы заявляют, что все еще не потеряно и можно выходить на акции протеста и все еще можно изменить. Сомнения большие, конечно, по этому поводу. Но вот о чем хотелось бы поговорить. Не очень понятно пока, как будет работать пенсионная система вообще после введения изменений и как будет изменяться рынок труда в России. Вот об этом я хотела с вами поговорить. Портал свой Кировский накануне опубликовал такой дайджест по изменениям октября. И одним из изменений таких законодательных отмечает, что вводится новая форма отчетности для работодателей, в том числе и кировских. Кировские работодатели раз в квартал должны будут предоставлять в Центр занятости отчет о количестве работников предпенсионного возраста у них на предприятии. Люди предпенсионного возраста, это люди, которым 5 лет до пенсии остается. Ну пока по старому, видимо, еще, да? А дальше с увеличением возможного пенсионного возраста по-новому. Вот эти вещи, они на работодателей каким-то образом будут влиять или нет? Ну, конечно, будут, потому что кроме этого, для чего вводится эта отчетность? Для того, чтобы иметь возможность использовать ту норму законодательства, которую Госдума недавно как раз полностью приняла. Наказание за увольнение людей предпенсионного возраста, да? Да, 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 я именно об этом. Поэтому государство здесь, предпринимая определенные изменения, в общем, ведет себя достаточно традиционно, возлагая и ответственность за эти изменения, и процедуру, собственно говоря, реализации этих изменений на тех, кого может этим обязать. То есть в отличие от нормальной, на мой взгляд, практики, когда государство само ведет некий все-таки там учет происходящего в народном хозяйстве, так скажем, да, и понимает, что происходит с его гражданами, где они работают, где они находятся, чем они занимаются. Государство, несмотря на все развитие современных информационных технологий, несмотря на все там огромные бюджеты, которые освоены на различные информационные системы, в каждой структуре свои, между собой плохо контактирующие, интегрированные, государство, опять же, возлагает это на тех, с кого может потребовать. Очередные бумажки. На работодателя на юридическое лицо, у которого возникает очередное обязательство заполнять какие-то отчеты, направлять их, причем нести ответственность как за сам отчет, если что-то вдруг там перепутаешь, так и, собственно говоря, там за статистику по этим отчетам, так скажем. То есть я думаю, что если в этих отчетах будет какая-то динамика, например, отрицательная, ты в этом квартале подал, что у тебя 20 человек, а в следующем 15 или даже 19, тут начнут тебя еще и спрашивать, куда дел. Сотрудника предпенсионного возраста. Поэтому, конечно, вот сам подход, собственно говоря, меня, в общем, не удивляет, потому что это традиционно происходит, но явно не способствует тому, чтобы работодатели, как принято говорить, ощущали комфортный инвестиционно-экономический климат для своей деятельности, потому что все улучшения в этом смысле, когда государство одной рукой сейчас принимает решение о том, что не надо повторно платить пошлину за определенные действия, переводит часть взаимодействия с государством в электронный вид и при этом дополнительно формирует еще одни обязательства по заполнению анкет, отчетов и их направлению в соответствующие структуры, которые будут теряться, которые будут необходимо восстанавливать, отчитываться, опять же, за них отвечать. То есть я не понимаю, как в условиях современного информационного общества, современных информационных технологий, когда интернет и различные поисковые системы и социальные сети знают про нас больше, чем мы сами, как невозможно все-таки обеспечить простой учет деятельности и форматы работы отдельно взятого гражданина. Ну, что делать? Работодателям, к сожалению, придется принять это, выполнять это, нести за это ответственность, но гражданам, собственно, не знаю, какую пользу это принесет. Вот теперь вопрос. Что будут делать вообще работодатели с сотрудниками предпенсионного возраста? Потому что Государственная Дума утвердила законопроект о наказании за увольнение и непринятие на работу таких людей. И многие эксперты говорят, что все будет просто. Вместо того, чтобы увольнять человека в 50 лет или в 55 лет, будут увольнять раньше или не принимать на работу раньше? Ну, здесь нет универсального ответа на этот вопрос, потому что нет универсальных ситуаций. Есть структ-компании, есть виды деятельности, на которых, собственно говоря, мудрые, опытные люди в возрасте работают лучше молодых. Ну, мы понимаем, что есть и уникальные специалисты, конечно, которые до 70-ти и дальше могут работать. Да, и которых уговаривают. Остаться и не уходить на пенсию. Уговаривают остаться. Но это разовая история. Ну, я думаю, что это не больше разовая история, как и истории, когда человека будут увольнять только потому, что у него там подходит возраст. Потому что работодатель, на мой взгляд, все-таки больше смотрит на функционал и на результативность, и на эффективность сотрудника. Конечно, там есть объективные причины изменения, скажем так, компетенции человека с изменением возраста. В молодости мы там энергичны, бодры, но при этом у нас ветер в голове, и мы особо ни о чем там не задумываемся. С повышением возраста мы становимся, может быть, менее бодрыми, но при этом у нас появляется мудрость и у нас появляется мотивация. И ответственность. Ну, соответственно, да, и ответственность. Поэтому я думаю, что здесь универсальных историй нет. Здесь работодатели будут смотреть, собственно говоря, на соответствие рабочего места и того сотрудника, который на этом рабочем месте находится и выполняет свои функции. Вне зависимости от возраста. Потому что если на этом рабочем месте будет 30-летний человек, но он не будет справляться со своими обязанностями, с ним точно так же расстанутся. И я не очень понимаю вот эту мотивацию ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Мне кажется, ну, по моим ощущениям, это в большей степени такое психологическое решение для того, чтобы показать. Ну, вот мы возраст поднимаем, но при этом мы об вас заботимся. Потому что, ну, то, о чем вы сказали, на мой взгляд, воплощение этого закона, этого ограничения найдет массу... Лазейок? Ну, да, наши люди найдут массу способов это ограничение обойти. Такая у нас достаточно перманентная игра государства с гражданами, кто хитрее. А почему не было принято никаких стимулирующих мер? То есть вот в процессе обсуждения же предлагалось разное, да, в том числе снизить социальные взносы для тех работодателей, которые сохраняют рабочие места за людьми предпенсионного возраста, как раз в отношении этих людей, да, каким-то образом стимулировать? Ну, мне, к сожалению, здесь там логика действий, мотивация, там, внутренне законодателя федерального неизвестна. Он до этого не принимал участия в этом процессе. Но эти меры, они бы лучше работали, на ваш взгляд, или хуже? Ну, опять же, нет универсального ответа, да. То есть это все-таки настолько неоднородная ситуация, настолько она в каждом конкретном случае там своеобразна, и столько факторов на нее влияет. Плюс, ну, если вообще, как бы, говорить о пенсионной системе, о том, что вот сейчас эта реформа происходит, да, я, в общем, как бы с большим скепсисом за всем этим наблюдаю, хотя вижу там очень бурные обсуждения и все, потому что... Вы не верите в государственную пенсию? Я не то, что не верю в государственную пенсию. Я, к сожалению, вынужден констатировать, что надеяться на государство с точки зрения стабильности принятых решений и их исполнения у меня оснований нет. Я понимаю для себя, что вопрос 20-летней перспективы сейчас абсолютно нет смысла обсуждать, ну, для меня лично. Потому что за эти 20 лет, если мы посмотрим 20 лет назад, сколько изменений в пенсионной среде, сфере там, пенсионной системе и во всех остальных произошло, и реплицируем это на 20 лет вперед. Я понимаю, что сейчас можем обсуждать что угодно, но за эти 20 лет изменится все. Более того, мы ведь должны понимать, что за эти 20 лет, ну, вот для меня там, да, совершенно изменится рынок труда. И те подходы, которые были раньше, которые до сих пор сохраняются сейчас, к этому рынку будут неприменимы. Я вообще как бы говорил о том, что, скажем так, определение работоспособного возраста универсальное для всех, вот по возрасту, да, там, выход на пенсию через несколько лет, может быть, через несколько, ну, десятилетий, там, да, будет совершенно неправильным. Потому что этот подход, сформировавшийся там в начале 20 века, когда начали возникать социальные пенсии, социальные гарантии, когда структура занятости людей была примерно одинаковой, структура их, собственно говоря, там, работы, сущность их работы. И было понятно, что, там, примерно в одинаковом возрасте люди подходят к истощению возможностей организма. Ну, условно говоря, в 60 лет очень тяжело работать на стройке, да? Ну, физиологически, да. И это касалось всех сфер, там, деятельности. А мы сейчас имеем с вами дело с экономикой, в которой занятость настолько разнообразна, что ты можешь быть, там, измотан к 40 годам, а можешь до 70 спокойно, там, в себе фрилансить в кресле, как бы на берегу Тихого океана и не напрягаться, да? Ух, всем бы такую работу. Андрей Усенко, член Общественной палаты России, Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Сделаем небольшой перерыв и вернемся. Продолжаем особое мнение Андрея Усенко. В нашей студии гости, я напоминаю, еще чуть-чуть о пенсиях. Накануне газета РБК напугала всех с утра тем, что формируется в России новая система накопительных пенсий. Будет введен, так называемый, индивидуальный пенсионный капитал. И те граждане, которые не скажут, куда складывать их деньги, они по умолчанию куда-то там будут отнесены, их деньги будут куда-то там складывать, а потом, не дай бог, куда-нибудь опять исчезнут, как это было с предыдущими пенсионными накоплениями. После, уже к вечеру, социальный блок правительства российского проверк эту новость, сказал, что мы пока не утвердили окончательного решения. Даже не обсуждали. Да, и даже еще не обсуждали. Вот я просто ваше мнение хотела спросить, почему люди наши российские не очень большое внимание уделяют таким вопросам? У нас ведь система накопительных пенсий уже формировалась. Несколько лет она формировалась, и в 2014 году, если мне память не изменяет, или в 2013, все накопительные взносы, которые были сделаны вне государственной пенсионной фонда, были заморожены. И до сих пор их не вернули никому. А там не очень понятная история. У меня давно есть желание с ней поразбираться все-таки, но я, честно говоря, там руки не доходят. А вы отчисляли, по-моему, да? Да, я изначально, то есть с момента введения вот этой накопительной системы, я как раз осознанно принял решение о переводе в НПФ. Более того, я потом участвовал в системе софинансирования, которую давало государство, потому что я сказал, что на тот момент 100% доход на капитал, как бы это уникальная ситуация. Это хороший процент. Это отличный процент, я бы сказал, да. Ну и вот я об этом и говорил в первой части, когда говорил, что, собственно говоря, если государство на дистанции пяти лет столько раз все поменяло, то, в общем, что там за 20 лет произойдет, какой смысл обсуждать. Я не очень понимаю, что всех так испугало с точки зрения того, что по умолчанию там куда-то будет переведено. Ну, собственно говоря, там не молчите, переведите. Только для меня, опять же, это там не показатель, потому что вот с накопительной частью там молчаны были в ВЭБе, мы не молчаны там переводили в НПФ, но, собственно говоря, закончилось все у всех одинаково. У всех забрали? Ну, забрать не забрали, что-то там заморозили, и вроде как в перспективе разморозят. Ну, в общем, как бы ледниковый период в этом смысле, мне кажется, там наступил надолго, и поэтому здесь что... То есть если ты хочешь на это обратить внимание, ты разберешься, там примешь решение, уведомишь государство. Если ты в этом ничего не понимаешь, как бы и не хочешь заниматься, ну, так, собственно, за тебя кто-то решит. Это работает не только в пенсии, это работает во всем. Точно так же, как мы с вами не раз там обсуждали выборы там в этой студии. Ну, если ты там считаешь, что тебе там, в общем, без разницы, ты сидишь дома. Если тебе не без разницы, ты идешь на избирательный участок. Та же самая история. Внутренняя мотивация человека на достижение и создание каких-либо изменений. В своей жизни. Давайте о тех, кому не все равно, кто не сидит дома и куда-то идет. Гражданский форум надвигается очередной. В конце октября он будет проходить в нашем городе. Общественная палата его организует. Общественная палата Кировской области. Я так понимаю, что есть уже определенные наметки. То есть мы на старте там буквально говорили с секретарем общественной палаты Александром Галицких. Но сейчас, я так понимаю, формируются уже определенные секции. Можете ли рассказать, что, где и как? Да, если быть точнее, то 18, 19 и 20 октября гражданский форум состоится. Пройдет он в этом году на новые площадки. Новый и для форума, и для города. Это детский космический центр. Удобная, хорошая площадка. Только парковаться не надо. Это характеристика большинства площадок в нашем городе. Поэтому здесь она такая универсальна. Да, на данный момент у нас там до 5-го числа определенный срок подачи предложения в секционные заседания. Ну, в общем, костяк программы уже сформирован. Порядка там 18, по-моему, секций запланированы. На три дня. На три дня, да. Традиционно три дня, три потока. То есть каждый день там порядка от 7 до 9 секций проходит в параллель. В три потока. Пленарное заседание. Тематика форума в этом году добровольчество. Так как год волонтера-добровольца в России. Мы традиционно так поступаем. Выбираем основную тематику форума. И стараемся большинство, по крайней мере, там секционных обсуждений, в том числе через призму вот этой главной темы посмотреть. То есть и здесь как раз вот мы через добровольческие очки будем смотреть на те темы, которые обсуждаем. Какие темы? Какие темы? Что предложено сейчас? Тем секций несколько. Передо мной там сейчас программа. Ее можно посмотреть на сайте. Она уже есть. Собственно говоря, да. Она там размещена, формируется. Есть темы относительно поддержки и взаимодействия с некоммерческими организациями. Тема традиционная. Собственно говоря, совершенствование мер поддержки. Есть темы экологические. Там национальный проект экологии. То, что касается там сферы твердых коммунальных отходов. Да, и то же того, что будет с 1 января. Есть секция итоговая по трехлетней работе рабочей группы по дорогам и ремонту. Есть секция по юридической помощи. Есть секция по инициативному бюджетированию. По янно-патриотическому воспитанию. По урбанистике и благоустройству города есть секции? По урбанистике и благоустройству города через буквально неделю после гражданского форума будет проходить урбанистический форум. Поэтому я думаю, что здесь вся активность в этой сфере, она перемещена на то мероприятие. Здесь у нас есть тема и по доступной среде, есть тема по массовым мероприятиям, заявленная на данный момент и рассматривается, как ее там обсудить, провести. Но должен сказать еще об одном отличии гражданского форума в этом году. Мы договорились с оргкомитетом года добровольцев и волонтеров в Кировской области, что соединим наши мероприятия. У них был итоговый форум. Они хотели его сделать на неделю раньше. Мы предложили объединить. Поэтому по факту пройдет два больших форума. Это итоговый форум по году добровольца плюс гражданский форум. Они объединяются с пленарным заседанием совместным. Потом мы расходимся по двум площадкам. Что называется, мы остаемся в ДКЦ. Форум по добровольчеству перемещается в дворец молодежи. Но мы обмениваемся аудиторией, которая присутствует и на том мероприятии. И такого эффекта синергии содержательного и организационного стараемся достичь. Хорошая практика. У нас значительно расширилось количество молодежи, которые планируют участвовать. Благодаря этой информации в секциях. И мы надеемся, что эта активность сохранится до форума и будет реализована в рамках секции. По вашим прогнозам, сколько примерно человек примет участие? Если сравнивать с прошлыми годами. Вообще в динамике. Счет идет на сотни. Это каждый раз сложно определить. Потому что люди перетекают из секции на секцию. Уникальных посетителей отследить здесь сложно. Это в пределах 500 человек в общей словности принимают участие. Но за счет, если мы будем говорить об аудитории совместного мероприятия, я думаю, что это за полутора тысячам будет приближаться. Есть ли сейчас прогнозы, сколько приедет активистов из районов области? Это больная такая тема. И для общественной палаты я знаю, что во многих обсуждениях ребята-активисты из районов области не могут участвовать. Ну, тема больная. И мы всегда о ней задумываемся при организации мероприятий. Потому что, вы помните, по тому же круглому столу, например, который в июне мы делали. Что не так по мусору, да? Так-то да, который называется. Так-то да. Наша уже тема. Мы специально договаривались о содействии со стороны администрации районов в том, чтобы обеспечить участие активистов здесь. И это было сделано. В гражданском форуме мы стараемся это в первую очередь учесть планированием выходного дня, субботы. Чтобы это было удобно. И те секции, которые затрагивают интересы районов, да, ставить туда. Ну и, конечно, в индивидуальном порядке стараемся какое-то содействие оказать. Но для этого нужна коммуникация. То есть надо как минимум обратиться в оргкомитет форума, в общественную палату Кировской области, изъявить желание участвовать и сформулировать просьбу так или иначе с этим помочь. И я, собственно говоря, призываю здесь не стесняться. Это нормальный такой организационный вопрос, организационный процесс, к которому надо подключиться. Мы же не можем... Знать про всех. Сами всем позвонить и спросить, хотите или нет. Лучше это сделать в проактивном режиме. То есть общественники из районов области, если хотите принять участие в гражданском форуме, в оргкомитет сообщайте, там будут решаться уже... Будем искать вариант. Каким образом можно это сделать? Андрей Юсенко в нашей студии, член общественной палаты России Кировской области. Вот еще буквально две минуточки по новому составу общественной палаты. Четвертый, по-моему, он будет. Он как раз после гражданского форума приступает к работе, как я понимаю. И сейчас идет формирование комиссий в общественной палате. Сильно ли меняется их, скажем так, формат, сфера ответственности и состав? Ну, на данный момент еще никаких решений не принято. То есть, опять же, до 5 октября дано время для того, чтобы члены палаты свои предложения сформулировали. Новые, новые палаты. Новые палаты, конечно. Значит, рабочая группа по подготовке первого пленарного заседания, которое 26 октября будет, она их обработает, скажем так, соберет все вместе, огранит и вынесет на рассмотрение. Ну, насколько я понимаю, насколько я не член вот этой рабочей группы, но, насколько я вижу там процесс, идет речь, скорее всего, об исключении одной из комиссий. Комиссия по взаимодействию с органами власти и общественному контролю. Это у нас так все хорошо в этой сфере или так все плохо? Нет, дело в том, что там по здравому обсуждению все пришли к выводу, что, собственно говоря, с органами власти взаимодействуют все комиссии. И у этой комиссии нет этого функционала, потому что все напрямую работают. А тему общественного контроля, которая здесь оказалась на втором месте, мы передаем в другую комиссию по общественной экспертизе, и там она становится основной, базовой. Поэтому здесь вот такое. А органы власти, собственно говоря, взаимодействуют с ними, остаются у всех. Поэтому сейчас, ну, вот 9 комиссий с теми или иными корректировками в названиях где-то там, у кого-то разные позиции. Я, например, считаю, что не надо называть комиссии по вопросам здравоохранения или чего-то. Я считаю, что надо написать комиссию по здравоохранению, условно говоря, не только по вопросам, но и по развитию, перспективам и всему остальному. Сейчас идут эти обсуждения. Но я думаю, что с большой долей вероятности 9 комиссий с небольшой ротацией их руководителей, наверное, в пределах такой же ротации, которая произошла вообще в общественной палате. То есть треть новичков, да, также будет и примерно пропорционально в руководителях комиссий. То есть пока 9 комиссий? Пока, да, насколько я знаю. Пока 9 комиссий. Андрей Усенко, член общественной палаты России Кировской области в нашей студии, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Небольшая реклама, и мы вернемся. Особое мнение на 101FM. Продолжаем выслушивать особое мнение Андрея Усенко, члена общественной палаты России и Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. Переходим к городским темам. Ну, они опосредованно так связаны все-таки с темой работы общественной палаты с рабочей группой по контролю за ремонтом и содержанием дорог. Администрация города опубликовала контракт на сайте госзакупок, аукцион, о поиске подрядчика для оказания услуг по содержанию уличной дорожной сети на территории города Кирова. Что важно? Ну, во-первых, сумма, да, она, конечно, может измениться. Пока это более 800 миллионов рублей, но сумма снижается обычно в ходе торгов, как мы знаем. Не всегда. Не всегда, да. Да, это правда. Это верное уточнение. Вот. А еще важно, что подрядчика ищут на срок 20 месяцев. То есть не на год, как обычно вот это вот бывает, да, и мы привыкли, а на 20 месяцев у той компании, которая выиграет торги, будет возможность, ну, как-то вот так планировать свою работу на достаточно длительный период. Вам как кажется, вот та история, что, во-первых, подрядчик будет один, во-вторых, такой, ну, достаточно крупный контракт, это в плюс сыграет городу или в минус? Нет, понятно, что да, мы гадаем на кофейной гуще. Вопрос не может быть однозначным, потому что, что называется, все зависит от подрядчика. Если подрядчик будет ответственно относиться к своим обязательствам, это хорошо. Если подрядчик будет безответственно относиться к своим обязательствам, это плохо. Поэтому, опять же, здесь сказать однозначно, хорошо это или плохо, нельзя. Мы с этой историей уже сталкивались, по-моему, в прошлом или позапрошлом году, когда достаточно активно выступали за дробление, так скажем, контрактов на ремонт улиц и дорог, да, но в ответ получали достаточно там понятный аргумент органов исполнительной власти на то, что небольшие подрядчики, это гораздо более высокие риски с точки зрения исполнения работы, потому что контроля над коммерческими структурами практически нет, ты можешь только ждать, когда подойдет время подписания акта, а если ты к этому моменту понимаешь, что они с работой абсолютно не справляются, как у нас была история с улицы Герцена, там, октябрьского проспекта до Джиммола, которая ушла там в глубокую осень, никаких механизмов воздействия на это нет. Поэтому я не могу здесь сказать, ни положительную дать оценку, ни отрицательную, потому что на самом деле... Вот срок, срок 20 месяцев, это хорошо или плохо? Срок 20 месяцев, я к нему отношусь, ну, с точки зрения моих познаний и пониманий в этой сфере, я к нему отношусь положительно. Как минимум, там, аргумент, лежащий на поверхности, например, для меня, да, это то же самое, там, посыпание улиц песком, например, в зимний период. То есть мы понимаем, что если подрядчик выигрывает содержание дороги на зимний период, он там безоглядочно там сыпет песчано-солевую смесь... Потому что ему этот песок весной... Засыпает весь город, ему потом весной и летом этот песок убирать не надо. Ну, или ему уже он будет убирать ее в рамках другого контракта, это будут уже другие деньги и все остальное, да. Вот в этой логике, да, которую я как обыватель, там, и не специалист в дорожном содержании, там, руководствуюсь, я вижу плюс. То есть 20 месяцев это, там, условно говоря, три сезона. Зима, лето, зима. Соответственно, там, если ты летом приводишь в порядок улицы, тебе их зимой проще убирать. Если ты зимой меньше сыпешь песка или, по крайней мере, делаешь это разумно, там, да, или лучше расчищаешь зимние улицы, тебе меньше летом по гарантийным, там, обязательствам восстанавливать. То есть я здесь логику вот этого, там, 20-месячного периода вижу. Не знаю, почему не 24, там, ну, это надо у заказчика уточнить. Вопрос в другом. Ну, это вопрос, в принципе, там, 94-го, там, законодательства, да, закона. Мы ведь говорим о формальной конкуренции. Эта процедура конкурентная, она выносится на, там, на торги, на аукцион. Но при этом она конкурентная только формально. Потому что не все могут заявиться. Потому что не все могут заявиться. И, учитывая то ограничение, так скажем, то требование по обеспечению, которое заложено в контракт, практически, там, больше 200 миллионов, если не 300, там, почти, да, я, насколько помню, смотрел. И требования, там, собственно говоря, ко всему. То есть мы понимаем, что, условно говоря, там, из Нижнего Новгорода или из Перми, там, или из Москвы, никто не будет заявляться. Ну, из Москвы, наверное, может и найдутся, но тогда это будет, опять же, речь идти, как с дорогой на русское, там, да. О субподряде итоговом. А реальной конкуренции, организации, которая владела бы техникой и всем остальным, нет. Потому что никто из Нижнего не поедет содержать, там, полтора сезона наши дороги в надлежащем состоянии. Поэтому, конечно, там, конкуренция достаточно эфемерная. То есть, скорее всего, речь идет о кировской компании как-то. Ну, а какие варианты здесь? Ну, нет вариантов. Если это компания, которая, там, владеет техникой, технологиями, людьми, оборудованием, всем остальным, конечно, кировская. И суммой на залог. Ну, и суммой на залог необходимой, да. То есть, это кировская компания, потому что ей, там, ну, из других городов не поедут они сами. То есть, реальной конкуренции в этой сфере нет. Это плохо для бюджета, потому что, скорее всего, не удастся сэкономить. Да, понижения цены не будет, это плохо для бюджета. С другой стороны, когда это, там, опять же, компания с государственным участием, потом есть ведь прибыли дивиденды, которые, собственно говоря, из нее, там, извлекаются. Поэтому здесь такой, необходимо соблюдать баланс механизмов воздействия на эту компанию. Здесь та история, когда рынок, что называется, да, не выровняет, потому что его нет. И здесь необходимы административные механизмы воздействия на то, чтобы эта компания, находясь в неконкурентном пространстве, не превращала это неконкурентное пространство во вседозволенность. И, к сожалению, это, на мой взгляд, единственный, как бы, способ, потому что создать здесь конкурентное пространство крайне сложно, потому что даже раздробив, там, это на небольшие лоты, ну, надо тогда быть готовыми к тому, что нам лет 10 надо будет прожить в состоянии такого легкого, иногда нелегкого, там, хаоса с содержанием дорог. Пока эта сфера, там, возникнет, достигнет конкурентного состояния, когда появится, там, 3-5 компаний. Ответственных. Которые, да, там, будут обладать необходимыми ресурсами и будут нести соответствующую ответственность, и тогда, вот, это сможет регулировать рынок. Если ты работаешь плохо, то другой сделает. А пока вот так, в приказном порядке. Для этого надо, там, лет на 10 забыть о хороших, качественных дорогах в зимний период. Ну, в общем, подождем. 19 октября, на 19 октября назначено проведение аукциона. Посмотрим, кто будет содержать наши дороги. Вы упомянули перекресток Октябрьского проспекта и Герцена. Не могу не спросить. В социальных сетях с прошлой недели обсуждается это безумное безобразие, установленное на бульваре Октябрьского проспекта. Я напомню, на перекрестке Герцена-Октябрьского поставили светофор и часть бульвара, скажем так, да, выхода с одной части бульвара на другую часть бульвара огородили такими желтыми металлическими конструкциями, которые очень... Диссонируют. Диссонируют, да, вот с черной чугунной оградой Октябрьского проспекта. Почему-то до сих пор не слышно людей, которые бы сказали, да мы покрасим, да не волнуйтесь, да будет все хорошо. Понятно, зачем это сделано с точки зрения автомобилистов, да, чтобы люди не выскакивали на дорогу под поворачивающие машины. Вот, но не очень понятно, почему в очередной раз вот мы ставим вот такое вот нечто прямо в центре города. Ну, я думаю, что... Не заложено было, Андрей Леонидович, в контракте покраска желтых ограждений в черный цвет. Ну, наверное. На самом деле я в первую очередь, наверное, скажу, что, ну, наверное, не хватает нам всем там некого там комментария по этому поводу со стороны там администрации города, да. То есть с объяснением, аргументацией и, ну, там, пониманием того, что дальше будет с этим происходить. Услышали, не услышали, там, покрасим, не покрасим, да. То есть, ну, то, что мы с вами привыкли видеть по, ну, там, на федеральном уровне в большинстве случаев, да, когда там, если действие было произведено без особых объяснений, спустя какое-то время появляется комментарий, что сделали потому-то, если вы сами не поняли, то мы вам объясним, значит, ну, и раз вас это не устраивает, то мы это там вот так-то исправим, да. То есть вот такого объяснения не хватает, потому что, еще раз повторюсь, мы с вами исходим вот из таких обывательских представлений. Я не исключаю, что там вы позовете завтра там в студию специалиста в дорожном содержании, он в пух и прах либо раскритикует там это, да, понимая, что за этим скрывается, либо там однозначно одобрит, а мы можем только вот из этого исходить. Я исхожу из ощущения обывательских в данном случае, я понимаю, зачем поставили, вот, на мой взгляд, да. Мы все понимаем, зачем поставили, мы не понимаем, почему такое. Ну, а какое было, такое и поставили. Как это? Ну, вот, а как? А другое какое-нибудь? А другого никакого нет. А вы знаете, например, почему в свое время сняли на всех вот этих перекрестках Октябрьского проспекта с перпендикулярными улицами? Часть чугунной ограды. Часть чугунной ограды. Потому что там складировались сугробы, которые мешали видеть пешеходов. Даже без сугробов. Вот вы сейчас в летний период поедете, там, где она есть, она закрывает абсолютно, сливаясь для автомобилистов. Она непрозрачна для него, потому что при подъезде к перекрестку она сливается в один сплошной такой ряд. И человека не видно. Поэтому сняли для того, чтобы как раз автомобилисты могли видеть. Я не знаю, честно говоря, там, когда проезжал, с тех пор один раз только не обращал внимания, как бы, как в этом смысле работают вот эти ограждения. Сливаются ли они так же, или позволяют они видеть. Но мне кажется, что это тоже там аспект, на который, ну, не знаю, обратили ли внимание. Потому что с тех пор, как сняли предыдущие ограждения, да, там, много времени прошло, и много людей уже там изменилось. Учли ли это? Не знаю. Поэтому здесь, ну, однозначно, на мой взгляд, там, диссонанс эстетики, там, чугунных заборов и обычных там... Металлических решеток. Да, профильных там ограждений, как бы, он налицо. Есть ли у этого вопроса другие решения? Уверен, что есть. Но не уверен, что их рассматривали. Если там говорить о безопасности, то, конечно, это самый простой способ. Ну, тогда надо вообще все, как бы, вот, скажем так, разграничить вообще потоки там людей и автомобилей, да, и всех заставить двигаться там вдоль заборов. Но человеку не менее чем безопасность, важен комфорт его существования, который выражается в его перемещениях и в эстетическом, в том числе, там, впечатлении от места его нахождения. Поэтому не очень понятное мне решение. В отсутствии объяснения, как я уже сказал, оно там становится еще менее понятным, потому что мы вынуждены там руководствоваться только своими какими-то там домыслами, да. Ну, и я очень надеюсь, учитывая там предыдущее действие нашей городской администрации, что это будет услышано. Наверняка уже все это там отмониторили, да, в соцсетях. Это будет услышано, и коррективы здесь там будут внесены, либо нам объяснят какой-то глубокий, там, скрытый от нас смысл. Почему оно желтое? Почему оно желтое, почему оно такое? Потому что везде, во всем городе оно желтое. Это ограждения, которые, по-моему, в рамках проекта «Безопасный город» раньше устанавливали. Не знаю, как вот это конкретно. Анна, вот, понимаете, тут всегда надо быть очень аккуратными, потому что вот завтра проснемся, а у нас вся чугунная ограда желтая, и все одинаковое. А вот видите, еще раз говорю, аккуратнее надо быть. Слушайте, нет, желтой не надо. Вот я в Вологде видела, у них, по-моему, улица Мира называется, точно такая же бульварная часть в городе, как у нас Октябрьский проспект. И там эта чугунная решетка покрашена в красивый такой глубокий синий цвет. Вот примерно как корпус областной больницы, который Новоровского, и забор. Вот примерно в такой цвет. Вот такого нам не надо, пожалуйста, да? Андрей Юсенко, член Общественной палаты России, Кировской области, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, был у нас в особом мнении. К сожалению, больше не успеваем с остальными темами, но я думаю, что обсудим еще не в последний раз. Встречаемся. Спасибо. Спасибо, до свидания. Особое мнение на 101FM